Добрый день, дамы и господа. Приветствую вас всех на Мелбет первенстве России по футболу среди команд первой лиги этого сезона. Интересное и историческое предстояние между хозяевами команды Шинник и Калининградской Балтикой. Уже можно навешивать. Неплохая подача, удар поворотом и сейф в исполнении Михаила Филиппова уже на второй минуте. Там низко рикошетов и как же он среагировал. Пошел в штрафную смело, почему бы нет, его же не встречают. И вот момент для удара, и вот удар есть. И наконец-то, наконец-то еще один момент у нас в этом матче появляется. Другу не трогали, но как по-другому момента 1-0 в пользу Балтики. Великолепная игра головой. И это Иван Астович, как я понимаю, бил-то он. Кто-то, возможно, там замкнул с метра именно Иван Астович, автор этого мяча. Короткая передача, а дальше уже забросик в направлении Гангапшева. Зацепились в Вест и Шинника. Гангапшев будет бить поворотом. Хороший удар! 1-1! В этом матче счет становится, ошибается Максим Бориско, конечно же. И вот первый удар в створ ворот в этом матче становится результативным для Шинника. И Гангапшев тоже заменил, по крайней мере, там увидели табличку. А здесь что было? Арбитр показывает, поднимайся. Игра рукой. Арбитр увидел. Пока внимательным образом смотрим. Подача штрафную. Головой удар. Еще удар. 2-1! Но оффсайд. Но положение вне игры. Болельщики еще этого не поняли. Стеночка на третьего проходит. Подача здорово сыграно, как в исполнении. По-моему, это Кулешев был. И Самойлов летел замыкать. 1-1 в матче третьего тура между командами Шинник Балтика.